Президент освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко. Он уволен со службы по возрасту с правом ношения, установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко. Персональные данные для выдачи ID-карт будут собираться в закрытой информационной системе. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бекун. По его словам, для выдачи биометрических документов весь комплекс подготовленных мероприятий завершен. Осталось дождаться подписания главы государства соответствующего указа. На входе в национальный аэропорт Минск пассажирам будут измерять температуру. Новое оборудование установлено в секторе прилета и вылета. Попасть в аэропорт можно будет только через эти входы. Остальные будут закрыты. На выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются. На рассмотрении в правительстве находится перечень государственных научно-технических программ на 2021-2025 годы. Планируется создать свыше 2000 новшеств, в том числе экспериментальный образец грузового электромобиля, пневматическую сейлку шириной захвата 12 метров, программно-аппаратный комплекс «Национальная смарт-платформа». В Бобруйском районе спасли тонущего мужчину. ЧП произошло накануне утром. На 112 позвонил очевидец и сообщил, что на озере совхоза имени Ленина тонет человек. Работники МЧС при помощи веревки, жилеты и доски вызвалили местного жителя. После он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с диагнозом гипотермия.